Олег Николаевич, у меня трое детей, возраст 7, 8 и 12 лет. Естественно, меня как мать интересует вопрос, где можно вступить в эту организацию Российское движение школьников. Ваш ребенок легко может это сделать, в данном случае зайдя на сайт rdsh.rf, там проходит электронная регистрация. Сейчас, правда, сайт работает в тестовом режиме, но в данном случае он может пройти эту регистрацию, указать свою школу. После этого должна произойти связь с районным представителем, которые ответственны по району, и он пройдет процедуру подтверждения. С какого возраста вступать можно? С 8 лет. С 8 лет и до 18. В принципе, кстати говоря, возрастная категория, возрастная черта верхняя, она не указана, то есть вплоть до 80, наверное. Это программа района квартала. Здравствуйте. В стране набирает ход создание российского движения школьников. В регионах проходят учредительные съезды местных отделений. В сети интернет действует сразу несколько сайтов РДШ. Вот только школьники и родители до сих пор плохо знают о его существовании. Зачем школьникам общероссийская организация? Об этом говорим сегодня с председателем Санкт-Петербургского регионального отделения российского движения школьников Олегом Катренко. Олег Николаевич, здравствуйте. Ну и, конечно, первый вопрос. Зачем школьникам нужно вот это российское движение этих самых школьников? Первый и главный. Российское движение школьников, ну, прежде всего, это возможность общаться и найти друзей не только в своем регионе, в своем городе, но и также познакомиться с массой интересных и очень увлекательных друзей. Так вроде как интернет-то уже решил эту проблему. Можно, пожалуйста, найти даже в другой стране. Это виртуальное как раз пространство и виртуальное знакомство. А, то есть в российском движении школьников друзья реальные? Реальные, более чем. А вы будете билеты оплачивать, когда они подружатся и захотят друг друга. Это возможность слетов, это возможность совместных как раз проведения смен в Артеке, в других местах, лагерях для детей. Понимаете, Олег Николаевич, в принципе, это все существует. Человек, который, юный человек, который едет в лагерь детский, да, но он там все равно познакомится волей-неволей с теми ребятами, с которыми будет проводить время. Это не только на короткий период этого отдыха в лагере, это на весь период обучения в школе в течение учебного года. Все равно все дети, помимо дома и школы, заняты еще где-то. Есть в Петербурге особенно система кружков, секций самых разнообразных подростково-молодежных клубов. Можно и нужно, и это происходит, заниматься в них, и находить общение в них, и находить самореализацию в них. Зачем РДШ? Ну, в данном случае, понимаете, это в нашем регионе, действительно, наша Санкт-Петербургская система образования, она систему доп. образования сохранила и приумножила. И, действительно, она одна из самых лучших по всей стране. Поэтому здесь, конечно, да. Но, на самом деле, Российское движение школьников дает вот эту вот как раз-таки уникальную возможность, с одной стороны, скоординировать и наладить взаимодействие между этими множеством детско-юношеских организаций, между этими как раз клубами детского творчества и так далее, чтобы дать возможность участвовать в этом проекте не только тех детей, которые, допустим, волей и судьбы учатся в той школе, где это активно действует, существует, но и те школы, где это, может быть, менее активно работает, менее активно как раз задействует. В общем, обмен опытом неким. Конечно, безусловно, выработка вот из... Сейчас я вас прерву. У нас внизу экрана лежит такой таймер, и на нем зрители видят, сколько осталось времени до выпуска новостей городских районов. Время это уже пришло. Передаем слово службе информации. Петербургские улицы снова засыплют гранитной крошкой. Комитет по благоустройству опубликовал список адресов, на которых зимой не будет соли. Перечень опубликован на сайте комитета. Судя по документу, больше всего гранита достанется практически поровну Пушкинскому и Курортному. На эти районы приходится почти 200 из 300 указанных в списке дорог. Следом идут Выборгский и Приморгский. Меньше всего крошки высыпят на проезжей части в Невском. Всего одна улица. Примечательно, что центральные районы города в этом списке отсутствуют вовсе. Зато в центре будут гораздо активнее обрабатывать крошкой тротуары. 40 из заявленных 110 улиц на Петроградской стороне, еще 20 в Центральном и Адмиралтейском районах. Внимательнее всего под ноги придется смотреть жителям Кировского. В гранитном списке этого района всего два адреса. Напомним, эксперимент по массовому использованию крошки вместо соли прошел в Петербурге минувшей зимой. Его признали успешным. В этом году количество дорог, обработанных таким образом, увеличится в 4,5 раза. Жительницу Калининского района выселили из жилья. Задолженность по квартплате у петербурженки составила почти четверть миллиона рублей. Чтобы попасть в квартиру неплательщицы, судебным приставам пришлось выбить дверь. Увиденное повергло всех в шок. Антисанитария, зловонный запах и лежачая женщина в окружении 50 истощенных кошек. Сама хозяйка уже несколько лет не выходит на улицу. О задолженности, по ее словам, она даже не знала. Я не видела ничего. Как я, Александр, я могла ничего не прочитать, ничего. Впрочем, о том, что можно остаться без квартиры, женщину предупреждали. И не только письменно, уверяют сотрудники ГУЖа. В течение двух лет с жильцами двушки неоднократно проводились беседы. Предупреждалась, говорилось о том, что будет вынесено решение о выселении, если она не появится в суде и не предпринят какие-либо меры по погашению задолженности. Хотя бы нести пару-10 тысяч. Однако, судя по реакции жильцов, их больше огорчило не столько выселение, сколько расставание с питомцами. Четвероногих здесь держат в строго научных целях, объяснил сожитель женщины. Каких именно, так и осталось загадкой. Специалисты уверяют, кошкам срочно необходима ветеринарная помощь. Питомцев сначала отвезут в ветклинику, а потом разместят в приюте. Саму же хозяйку переселят в небольшую комнату в коммунальной квартире на улице Ольги Форж. Представители управляющей компании заверили, что на новом месте жительства. Подобной ситуации не допустят. За женщиной будет пристальный контроль всех социальных служб. А квартиру теперь предстоит долго мыть и дезинфицировать. Потом в ней сделают ремонт и передадут очередникам для улучшения жилищных условий. В Пушкинском районе ищут возможность отремонтировать адреса, которых нет. Из-за бюрократических сложностей сразу несколько действующих улиц официально не существует. Валдайская, Первомайская, Новгородский проспект. Эти адреса уже давно значатся на всех городских картах, кроме Кадастровой. Например, Вишерскую застройщик передал Петербургу еще пять лет назад. По закону, городская комиссия должна была провести инвентаризацию объекта и оформить техпаспорт. Однако денег на это не нашлось. В результате уже несколько лет по ней не ступала нога ни картографа, ни дорожного работника. По Новгородскому там вообще провалы сплошные. Новый асфальт напротив нового дома. Провалы вообще ямы до самой недр земли. Светофоров, как и во всем микрорайоне, на этой улице нет. В наших шушарах нету столько воды. Это что такое? Как если дожди? Это надо везде обходить. Как нам сообщили в администрации, о проблеме районные чиновники знают, но сделать ничего не могут. Зато о своей готовности помочь уже заявил один из работающих в шушарах застройщиков. Компания готова выделить деньги на проведение инвентаризации и оформление техпаспорта. Тем более, что цена вопроса невелика. 120 тысяч рублей. Это далеко не все новости на сегодня. Наши коллеги продолжат свой рассказ о наиболее интересных событиях в жизни городских районов во второй части программы. Сейчас мы продолжаем разговор о российском движении школьников. У меня, Олег Николаевич, такое ощущение, что вы берете некую уже готовую базу, вполне реальную, ну вот есть и кружки, и секции, все это существует, и присваиваете это себе. И наклеиваете свою, так скажем, эмблему. Вот был молодежно-подростковый клуб, а теперь будет РДШ, и при нем подростковый молодежный клуб. Нет, ни в коем случае прописано это и в уставе самого движения. Ни в коем случае никто ничего поглощать не будет, и лейбл свой наклеивать не станет. Здесь идет речь, прежде всего, еще раз подчеркну, а то и в взаимодействии и сотрудничестве с детско-юношескими организациями, привлечения внимания к ним со стороны, в том числе, школьников, в том числе, организации совместно с ними общих каких-то городских мероприятий, которые действительно были бы, ну вот, действительно, общегородского значения. Это не просто районного значения или школьного значения мероприятия, а именно которые уже выходят на общегородской. И как раз понимание тем же ребенком, да, того, что он не просто, вот, ну вот, у нас программа расписана в том числе и по возрастам, у нас есть годовые циклы, значит, квестов, программа, там, допустим, для восьмилетних, да, она особая. И здесь идет формирование у нас как раз не просто я как таковой, а я петербуржец. То есть как раз вот это знакомство с историко-культурным наследием. И поэтому здесь взаимодействие с этими детско-юношескими организациями у нас очень активно налажено, и мы будем продолжать. Вы их будете поглощать. Мы их не будем поглощать. Это как раз-таки вот эти мифы и страхи, которые возникают всегда, когда появляется что-то новое. Кажется, что это все новое, сожрет, уничтожит старое, ни в коем случае. Один из принципов программы развития нашего регионального отделения гласит, это самое главное, на чем мы сделаем большой акцент, это традиция инновации. То есть используя то, что уже накоплено, а накоплено в Санкт-Петербурге очень много что. И в данном случае не поглощать, а двигаться вперед. Олег Николаевич, вы сказали... А вы сказали, что вы будете школы, которые находятся не в столице, не в Санкт-Петербурге, не в Москве, то есть школы, которые находятся по всей России, вы также туда придете со своим движением российским, и будете эти школы подтягивать, скажем, по статусу до школ столичных. Вы же по всей России. В данном случае речь идет как раз-таки о ситуации, вот как раз той же самой унификации, программ воспитания, но с целью вывода это на общий российский уровень. В общем, чтобы везде все было хорошо и ничего не было плохого. И главное, одинаково, да. Чтобы не одинаково, не надо. Вы попахиваете переневские организации? Нет. Всегда воспринимается стандарт как некий, вот эта вот попытка навязать нечто одинаковое абсолютно. Стандарт — это прежде всего некоторые качественные показатели, высокие, идеальные качественные показатели. У нас же есть образовательные стандарты, вполне себе ясные чиновничьи документы, в том числе учреждения дополнительного образования. Которым всех пытаются подтянуть. Хорошо, мы вас перебили, давайте вернемся все-таки к Петербургу. Что же здесь-то вы будете делать? Программа развития написана, она была принята на съезде, который прошел 15-го числа в Смольном. Это по четырем направлениям нашим главным. Перечислите. Личностное развитие, соответственно, гражданская активность, информационно-медийное направление и военно-патриотическое. И по всем из этих направлений. Гражданская активность, она предполагает, прежде всего, волонтерскую деятельность. Социально значимые проекты, которые могут осуществить школьники. Есть же волонтерская деятельность. Есть волонтерская деятельность. Вот совсем недавно на вашем месте был директор молодежно-подросткового центра Московский, где одно из направлений, очень активно развиваемых, это волонтерская деятельность. Ну и, простите, без всякого российского движения школьников. В данном случае российское движение школьников, я вам еще раз говорю, даст возможность как раз объединить эти общие усилия. И дать возможность всем школьникам... А зачем их объединять, если вы говорите, что вы работаете в своем регионе? Зачем объединять? У нас все и так хорошо. Да не все так хорошо, как кажется, на самом деле. Потому что в данном случае все-таки речь идет о том, чтобы включить в процесс вот этой как раз-таки воспитательной работы всех абсолютно школьников. И те дети, которые у нас не участвуют в тех или иных проектах или мероприятиях, как раз-таки создать те условия, создать, прежде всего, условия, предложить те или иные проекты и мероприятия, в которых они могут себя реализовать. И в идеале все школьники должны войти в эту организацию. В идеале это как они посчитают нужным с их родителями, так оно и будет. То есть захотят они вступить, а не вступят. Но, тем не менее, вы стремитесь к этому. В общем, идеалы у всех есть. Все-таки какие привилегии будут у тех детей, которые будут в российском движении школьников? Привилегии, прежде всего, это здесь идет речь о том, что очень много конкурсов проводят. Причем, на самом деле, РДШ проводит очень много и заочных конкурсов. То есть можно поучаствовать в них, не выходя из дома, что называется. Через интернет. Да, да, да. Ну, в данном случае имеется в виду разного рода творческие работы, за которыми, конечно, стоят и призы, и возможность... Это реальные призы? Это не просто какие-то символические подарки? Нет, нет. Олег Иванович, конкурс на что? Пример? Конкурс, вот недавно там стартовало это под эгидой московской, сочинение, посвященное как раз-таки России. И пока, Олег Иванович, все как бы красиво, но все, в принципе, существует и так. А вот у меня тема... Да не существует и так. Сочинение меня тема заинтересовало. Да. Давайте ее еще все-таки обсудим. А что может заставить ребенка, вот вы как учитель, скажите, написать сочинение России в свободное время? Вы знаете, вот очень часто я, как учитель, встречаюсь с этим стереотипным мышлением о наших учениках, о наших школьниках. Какое-то существует представление, что это совершенно не интересующиеся, не активные, амебные существа, которые только сидят и кликают что-то там в компьютере. На самом деле огромное количество школьников, которые действительно социально активны, которые им это действительно интересно, и они чувствуют в этом нужды. Потому что когда они в том числе пойдут в университет, и один из моментов, который как раз-таки показывает, может составить их успех и возможность поступить на тот или иной заинтересованный, интересный им факультет, это в том числе их портфолио. И участие в проектах этих, и получение как раз. Значит, в принципе, человек понимает, что это его некая уже первая ступенька в кайфе, а значит, он рисковать не будет, правду писать не станет, критично относиться к той же российской действительности в своем сочинении он не будет, потому что ему страшно, что потом это портфолио испортится. Будет писать очень лояльненько. Слушайте, такое впечатление, что мы живем в разных странах. На самом деле пишут, и что угодно пишут, и как угодно, и уж тем более вы не сможете никак, даже если очень захотите, закрыть рот к социально активному, действительно инициативному ребенку. Он скажет все, что угодно. Вряд ли вы играете. Нет, нет, на самом деле здесь это такое какое-то у вас не совсем, у меня такое впечатление, что в разных странах живет. На самом деле, все время так и хочется вспомнить пионерскую организацию, уже вспоминали пару раз. Давайте вот этот разговор, потому что нужно об этом тоже поговорить. Мы начнем с мнения нашего обывателя-обозревателя Юрия Кондеранды. Послушаем его, а потом прокомментируйте. Открываю сайт российского движения школьников. Смотрю, пионеры с горнами, звезды, красные флаги. Дохожу до конца и читаю, что это неофициальный информационный сайт. Хотя в гугле выпадает первым. Бманулся. Нашел правильный сайт этого движения. Нынче модно в шапке сайта писать про миссию. Пафосно, конечно. Но чем собираются заниматься? Творчество, здоровый образ жизни, профессиональная ориентация, изучение истории криведня, встречи с героями России и ветеранами, военно-спортивные игры, юные пограничники, юные инспекторы дорожного движения. Вам это ничего не напоминает? Люди элегантного возраста ответят сразу. Так это про пионеров. Про пионерскую организацию один в один. А теперь законы пионерской организации Советского Союза. Пионер предан родине партии коммунизму. Заметьте, родина на первом месте. Пионер готовится стать комсомольцем. Ну, то есть порядочным человеком. Пионер равняется на героев борьбы и труда. Пионер чтит память погибших борцов, готовится стать защитником отечества. Лучше в учебе, труде, спорте. Честный и верный товарищ, всегда смело стоящий за правду. Браво! И что плохого было в пионерии? Российское движение школьников. Не надо стесняться. Назовитесь пионерами. Ведь, судя по неофициальному сайту, не только мне в голову приходит эта мысль. Олег Николаевич, как вам предложение, Юрий Михайлович? Нет, все-таки пионерская организация, это пионерская организация, это история. А сегодня это Российское движение школьников. Так вы же за традицией. Это как раз традиция. Как раз традиция, лучшее, что было в пионерской организации. За исключение вот как раз политической идеологии, информализма. Почему не назваться обратно так же? Тем более, я думаю, многие поддержат за возвращение пионерии. Во-первых, это не моя компетенция, это компетенция координационного совета в Москве. А с другой стороны, это вполне понятно, почему все-таки не пионерская организация. Потому что помимо хороших и положительных моментов, которые вызывает эта организация, их, безусловно, очень много действительно, есть некоторые негативные черты, которые сразу же всплывают. Это формализм, политическая идеология. Но может быть это хорошо, что есть символика? Она, во-первых, знакома. Кого-то она привыкает. Есть символика УРДШ. Российского движения школьников. А какая символика УРДШ? Она была, кстати говоря, создана при активном участии детей. Был проведен специальный конкурс. Олег Николаевич, ну подождите, мне интересно, вот что мои дети, в данном случае, вступив в российское движение школьников, что они получат? Ну, в данном случае это прежде всего... Чтобы себя как-то идентифицировать, да. Значок, как раз-таки три сферы, которые пересекаются... Это вот такой значок, как у вас сейчас на ласкане пиджака. Да, 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 пересекаются три сферы, которые окрашены в цвета нашего российского триколора. И при этом они создают, ну, так называемое золотое сечение. То есть это вот та самая, ну, символ, действительно, стремление к идеалу, да, стремление вот как-то... А этот значок, он придет потом по почте после того, как мы зарегистрируемся? Нет, он в данном случае, каждая пилотная школа, когда в том числе у нас проходил единый информационный день, 14-го числа, 15-го числа, мы выдавали шарфики, выдавали как раз... А если наша школа не входит вот в состав этих пилотных школ, то нам как быть? Когда ваш ребенок войдет в состав РДШ, он со временем получит и значок, и все другие как раз... А торжественный будет прием, вот как раньше было, в Пионеры принимали? А вот как раз этот момент мы обсуждали с детьми на круглом столе, 14-го сентября, Ванечком дворце. И решили, что? Ванечком дворце, они предложили, хотят очень, чтобы проходило это все на Дворцовой площади, все это, чтобы было действительно вот так вот показательно. Слушайте, я... Для них это важно. Для вас, может быть, как для взрослых... Так это и для нас важно, нет, это не воспользоваться. И когда нас принимали в Пионеры, мы тоже все очень переживали. Это же очень важно. Принимали в первую смену в музее Ленина. А те, кто был похуже, таких, как я, принимали всего лишь в Ильичево, да. Вот это мне что-то очень сильно напоминает. Я, кстати, хотел задать вопрос, причем мы идем на следующий выпуск новостей. Вы говорите, у вас в программе написано, что объединять-то вы детей будете на основе сложившихся традиционных ценностей. Вот я как-то это немножко... Российские. Да. Я это как-то очень покоробило. У нас, конечно, тысячелетняя история, но за эту тысячелетнюю историю столько всего было и столько ценностей было. Где они сформулированы и какие из периодов вы берете за действующие ныне ценности? Ну, слушайте, можно поверхностно обо всем этом рассуждать и говорить о том, что не было никаких ценностей. Но мы же должны, как грамотные люди, понимать, что есть некоторые переломные периоды в истории любого общества. Но за этими переломными периодами все равно приходит либо возрождение, либо дальнейшее процветание. Но мы делаем всегда отсылку к тем самым корням и традиционным ценностям, которые были еще заложены. Олег Николаевич, за идеал что вы берете? За идеал? Какой период российской истории? Это всегда традиция. Традиционно всегда были ценности семьи. Традиционно были всегда ценности... Ну, почему домострой? Домострой вы имеете в виду... Олег Николаевич, конкретный период какой? Исторический период? Россия. История России. Это всегда ценность любви и уважения к родине, к тому месту, где ты живешь. Это всегда была ценность семьи. Это всегда была ценность, подождите, личностных отношений, в том числе действия во благо общества. Олег Николаевич, конкретно, вы как историк, ответьте нам на вопрос, какой конкретный период вы берете за основу. Это начиная с Древней Руси. Нестор, автор повести временных лет, уже об этом и по всем писал. И о любви родины, и о том, что это одна из самых главных ценностей и заслуг вообще российского, русского человека. В течение 30 лет стилинизма идеалом было донести на отца, если он враг на родину. Я еще раз вам говорю, есть разные периоды в истории любого общества. Да какой вам-то больше всего нравится? Ну, естественно... Где были более традиционные ценности, в какой исторический период? Понимаете, в чем дело? Вот я сейчас понял, в чем проблема. Вы пытаетесь, я как историк понимаю и развожу ценности, которые пропагандируют политическая идеология и государства в разные периоды. Но это не означает, что все население живет по этим ценностям и традициям, о которых вы говорите, в том числе доносы в сталинский период. А есть традиции, как это и прописано в программе, российского общества. А это совсем другое. Это отношение к политической идеологии... В данном случае просто надо всегда глубже смотреть. Я вот сейчас подумал, в какое невыгодное положение вы себя ставите, отказываясь от идеологических моментов. В пионере все было просто. Там вот помните, Юрий Михайлович произнес, да? Чтить память борцов. Ну, хотя бы было понятно, каких именно борцов. А вот сейчас попробуй, пойми, память каких борцов надо чтить. Борцов, которые защищали свою родину. Пусть это будет Великая Отечественная война или Отечественная война 1812 года. Они, знаете, в 18-м году защищали родину и одну, и другую. И между собой воевали. Уж вам ли не знать, как историку. Вернемся к этому разговору. У нас будет еще время. Сделаем это сразу после выпуска новостей городских районов. Буквально три минуты перерыва на главные события из разных уголков нашего города. Педагоги Петербурга получили награды за плодотворный труд. В Смольном прошла торжественная церемония вручения почетных знаков за гуманизацию школы. Награждения начали с приятной новости. Министерство образования опубликовало список 500 лучших школ России. Возглавляет его президентский физико-математический лицей номер 239 из Петербурга, получивший это звание уже второй раз подряд. Георгий Полтавченко отметил опыт петербургских педагогов. Охотно перенимают их коллеги из других городов и стран. Екатериненскому дворцу не хватает места для туристов. В телекции музея-заповедника «Сарское село» подвели итоги летнего сезона. В этом году в «Сарское село» приехали почти на 70 тысяч туристов больше, чем в прошлом. И если в парке места пока хватает всем, то Екатериненский дворец уже исчерпал свои возможности. Предел посещаемости – это 900 человек в час. Больше будет небезопасно и для экспонатов, и для посетителей. По приблизительным оценкам, спрос на посещение дворца превышает предложение на 20%. Знаем, что очереди стоят, и это болезненно, но ничего не можем с этим сделать. Кроме того, есть побочное явление, как любой дефицит порождает спекуляцию. И это отдельный разговор, и он носит какой-то массовый характер. Мы стали легким заработком для как физических, так и юридических лиц. Но всячески пытаемся с этим бороться. Одно из приоритетных направлений музея – развитие Александровского парка. В этом году отреставрировали павильон «Арсенал», продолжили работу в Александровском дворце. Заканчивают ремонт зданий императорской фермы. Там планируют устроить маленький музей, зоопарк с павлинами и другими животными. В планах на следующее лето, при должном финансировании, завершить второй этаж ратной палаты и восстановить павильон «Шапель». Тогда в парке появится новый прогулочный променад. В музее космонавтики подготовили первую колею на Луне. Выставка посвящена юбилею академика Александра Кимурджиана. Участник Курской битвы, ликвидатор Чернобыльской катастрофы, лауреат Ленинской премии в области науки и техники – все это один человек. Упоминания о нем можно найти даже на звездных картах. Его именем названа одна из малых планет. А следы его работы до сих пор можно найти, например, на Луне. Александр Кимурджиан сконструировал шасси для первого советского лунохода. «Это блок мотор-колес. Главная составная часть самоходного автоматического шасси. Тот именно компонент, который отвечал за новую функцию движения космического аппарата, делался вот здесь, в Ленинграде». Здесь же представлен макет первого в мире Марса хода в 70-е. Такое устройство называли «Проб» – прибором оценки проходимости. Его конструктором также был академик Кимурджиан. Представлены на выставке и личные вещи профессора, фотографии семейного архива, чертежные инструменты и даже губная гармошка. Это все новости на сегодня. А мы, я напомню, говорим, уже заканчиваем, к сожалению, разговор о российском движении школьников. Олег Николаевич, ну вы смотрите, взрослых, в частности, даже меня тоже, вы уже убедили, что вступить в российское движение школьников нужно и полезно. Но понимаете, что общими такими фразами детей ты не убедишь. Вот вы мне скажите, вот я сегодня приду к ним вечером домой и объясню, говорю, давайте вступим в российское движение школьников. Как, какие слова мне найти для них, чтобы убедить их вступить? Здесь в данном случае речь идет прежде всего о том, какие проекты и какие мероприятия запланированы у нас на этот год. Расскажите, что запланировано на самое ближайшее время. Если вас увлекаются дети спортом, мы планируем провести действительно массовую, большую, действительно важную для детей Олимпиаду РДШ. Соответственно, здесь это стадион, настоящие медали, дипломы, призы. Если это, допустим, гражданская активность, то это масса волонтерских акций, одна из которых, мы надеемся очень, что она у нас получится, это организация концертов детей с разными возможностями, в том числе с ограниченными. Для подобных же людей, то есть для как раз того, чтобы формировалась между ними дружба, какие-то действительно взаимодействия. Если это творчество, то здесь очень масса просто конкурсов, посвященных как раз этим моментам и связанным с этим. Это 4 ноября, приглашаю, если вдруг есть возможность, в том числе это будет квест. Что будет 4 ноября и где? Это действительно, на самом деле, очень интересный будет проект. Он будет в центре города, то есть в разных местах. Мы организуем специальные площадки квеста, где родители с детьми будут участвовать и принимать в этом. Но это прежде всего для пилотных школ в этом году, потому что все-таки всю сразу охватить мы не сможем, да, наше огромное количество людей и школьников. А из непилотных школ смогут желающие принять участие в этих квестах? Там при согласовании, прежде всего, идет с координатором российского движения школьников. И здесь, в данном случае, уже через районы надо эти вопросы решать. Для старших классов у нас будет целая программа расписана социального проектирования вообще. В принципе, это будут проекты, связанные непосредственно с жизнью и деятельностью районов своих, школ. То есть это как раз направлено на социализацию. Как интересно. А, например, если углубиться в социальное проектирование, что будут делать ребята? Здесь, прежде всего, связано с тем, что касается и территории района, и каких-то... Они будут разрабатывать концепцию развития какую-то свою? Ну, вы знаете, вот, допустим, один из проектов, который нам хотелось бы очень, чтобы как раз он был для этого возраста, в том числе, это в рамках движения вот как раз обмена книг, специальные книжные полки, которые бы сделали сами дети и разместили... Свободные, открытые. Да, 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 да. В том числе, то есть, ну, тут еще прорабатываем мы, то есть это все в один день не делается, что называется. Поэтому здесь масса, на самом деле, мероприятий, акций, которые запланированы, которые, надеюсь, у нас осуществятся. Но еще раз подчеркну, это первый год, это апробация программы, это апробация, естественно, мы хотим посмотреть на те, как бы, подводные камни, с которыми мы можем столкнуться. И, конечно же, чтобы это было все. Металлолом собирать будете? И макулатуру тоже. Почему бы и нет? Это полезно. Спасибо вам большое. Разговор, я думаю, получился интересным. Телезрителям остается только напомнить, что сегодня гостем программы «Равинный квартал» был председатель Санкт-Петербургского регионального отделения российского движения школьников Олег Катренко. До свидания. Я хочу быть с тобой. Жизнь станет честной и справедливой. Только никому об этом не говори. Я не хочу совершать насилие. Мы совершаем праведные вещи. Ты можешь стать одной из нас. Приходят данные, что бомбу взорвала террористка-смертница. Ты готова? Нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова